Пошел дождик. До этого у нас приезжали, хотели сделать крышу. Крышу не делают с 17-го года. То завтра, то откладывают периодически. Вчера пошел дождик, обвалилась вот крыша, упала. Как раз на этот момент выходили двое маленьких детей, но они успели выйти. Мы вызвали администрацию. Вот она, администрация, которая нам предлагает первым ток подъезда нашим, который предлагает уехать отсюда в Сокол на три месяца. На 9 месяцев. А потом за свой счет. А потом за свой счет. Потому что дом признали в аварийное жилье, но не поставили нас на очередь, на расселение. Деньги ушли с крыши куда-то. В 19-м у нас был капитальный ремонт. Стояли мы на капитальном ремонте. Мы добивались ремонта крыши. Алексей, вот хозяин вот с этого. Нам так и не сказали ничего. Сказали, что деньги ваши ушли. И признали дом аварийным. Неоднократно все это были обращения. То есть неоднократно даже внешне это все видно. Но никто действия не принимал. Вот. Я здесь не проживаю, потому что физически жить невозможно. Течет крыша. Все откосы на подоконниках. Ну, окон, да. Обвалились. Просто течет. Физически невозможно жить. Соответственно, сейчас вообще даже я боюсь туда заходить. Как быть с каминальными услугами? То есть там жить невозможно. Почему? Я должен оплачивать непонятно что. Вам приходится выставлять счета? Да, выставлять счета. Счетчики на ГВС и на холодную у меня не установлены, потому что нет технической возможности. Жить я там не могу физически. Пойдемте. Сыркость, конечно. Вон, походите на кухню, посмотрите, что можно. Ну, конечно, и все уже здесь целый комитик один. Вот это кухня. Вот как здесь можно жить? Я здесь убираюсь периодически. Вот со вчерашнего дня. Но здесь вода уже высохла. Вот откосы посмотрите на окне. Вот это жилая квартира, за которую я должен платить. Здесь сыр, здесь наверняка полы уже начали гнить. Смотрите. Вот, вот они все кирпичи. Вот они. В прошлом году я по осени вытаскивал. То есть это заново все. То есть то, что было, я бы... Телевидение. Он чуть не до кровати уже дошло. Ну, посмотрите просто, вы не пожалеете, что вы посмотрели. Это еще ерунда. На балкон пойдите, посмотрите. На балкон я что-то даже боюсь выходить, потому что у вас там все рушится. Мы сейчас в соседнем подъезде были. Вот это, вот это. Вон она, видишь, как он заглал. А вон даже... Он прогнулся в потолок-то. Видите как? Это уже 4 года я так живу. 4-й год. Фонд капитального ремонта обещали сделать в 19-м. Потом не получилось у них. Смету составили. В 20-м сделаем. Вот. И уже 21-й год и отказались. Врухлить превратился, когда дом. Так что же делать? Надо отказаться. И все. Аварийным признали, когда он уже полностью разрушен. Два года назад у нас произошло обрушение. Лестницы. У меня ребенок улетел в подвал. Шел в школу с рюкзаком утром. Хорошо, что остался живой. Наступил и улетел в подвал. Нам поставили трав. Пойдем. Там были большие трещины. Мы били тревогу. Но никто нам даже не помог. Вот приехали, поставили деревянный трав. Живите дальше. По итогу задаем вопросы представителям администрации. У нас что будет? Как? Сейчас привезут две балки. Подопрот нас. И все. Сейчас они хотят поставить у меня в квартире, в комнате, три подпорки. Я спрашиваю, и как это вообще вы себе представляете? Ну, не знаю. Все пожимают плечами. Продолжение следует.